Под аплодисменты трибуны веселые звуки марша на поле стадиона «Зорки» выходят фея, жар-птица, красная шапочка, незнайка и другой сказочный народ. Все они сопровождают одноименные команды-участницы фестиваля «Дешкалят», который уже в 11 раз организован в Красногорске. Особенно ответственно ребята и воспитатели подошли к выбору своей эмблемы и девиза. Наша команда сегодня представляет мушкетеров. Мы такие же отважные, смелые, спортивные и веселые. В прошлом году этот фестиваль, к сожалению, не состоялся. Мы его очень ждали. Была идея провести его онлайн, но сегодня при такой прекрасной погоде почти 600 детей принимают участие сегодня на стадионе. Конечно, их активные родители. Со всех садиков уже у нас есть школы, в которых функционируют дошкольные группы. После короткой разминки под музыку эстафеты на точность, скорость, силу. Несмотря на столь юный возраст, спортсмены демонстрируют волю к победе. На сегодняшний день победа первая уже совершена каждому. Это то, что они победили лень. Суббота, прекрасный день, можно поспать подольше. Все-таки в детский садик ходим и рано. А они здесь соревнуются, но они уже победители. Отдельное и очень серьезное испытание на знание правил дорожного движения, которые оценивают сотрудники ГИБДД. Свои конкурсы предлагают и спонсоры. У последних на этом мероприятии еще одна важная миссия – помочь маленькому Саше Веселову. Саше – редкое генетическое заболевание. Ему нужен один укол, который стоит 175 миллионов. Поэтому своими силами родители это потянуть не смогут. Нам нужно всем ему помочь. Мы просто установим ящик, куда все посетители, все пришедшие на это мероприятие смогут пожертвовать. Также мы в своем инстаграме разместим информацию по Саше и будем просить, чтобы помогли ребенку. 600 юных участников фестиваля с успехом преодолели спортивные трудности. И по итогам состязаний жюри объявляет победителями всех спортсменов. За это они получают медали и сладкие подарки от спонсоров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!